В последней генеральной конференции наш дорогой пророк, президент Рассел М. Нельсон, сказал, в эти времена тяжкие, о которых пророчествовал апостол Павел, сатана уже даже не пытается скрывать свои нападки на Божий план. Вокруг осмелевшее зло. А потому единственный способ духовно вышить — исполниться решимости позволить Богу восторжествовать в нашей жизни, учиться слушать Его голос и использовать всю свою энергию, помогая собирать Израиль. Когда мы размышляем над призывом пророка научиться слышать голос Божий, наши сердца полны решимости или ожесточены? Будем помнить совет, данный в Иаков 6.6. Да, сегодня, если вы хотите услышать Его голос, не ожесточайте своих сердец, ибо почему вы хотите умереть? Давайте же исполнимся решимости позволить Богу восторжествовать в нашей жизни. Как мы можем сделать так, чтобы в нашей жизни восторжествовал Бог, а не Искуситель? В Учении Заветы, раздел 6, стих 34, мы читаем, «А потому не бойся, малое стадо, делайте добро, и пусть земля и ад объединятся против вас, ибо если вы основаны на камне Моем, они не смогут вас одолеть». Это важное обещание. Хотя земля и ад могут объединиться против нас, они не смогут одолеть, если мы позволим Богу восторжествовать, положив в основании нашей жизни Его камень. Обращаясь к Своим ученикам, Иисус Христос учил о муже благоразумном и о человеке безрассудном, что записано в Новом Завете, в 7 главе Евангелия от Матфея. Многие из вас слышали песню первоначального общества «Мудрец и глупец». Если вы уделите время, чтобы сравнить 4 куплета этой песни, то обнаружите, что куплеты 1 и 2 очень похожи на 3 и 4. Дома построили и мудрец, и глупец. Они хотят обеспечить свою семью безопасным и уютным жилищем. Они мечтают о том, чтобы вечно и счастливо жить вместе со своей семьей, как и мы с вами. Окружающая обстановка была такой же. «Когда дождь лил, то потоком все он смыл». Мы поем это 6 раз в течение этой песни. Разница лишь в том, что мудрец построил свой дом на скале, «И его дом устоял». Тогда как глупец построил свой дом на песке, «И его дом смыло». Поэтому действительно важно, какое у нас основание. Это оказывает решающее влияние на конечный и вечный результат. Я надеюсь и молюсь, чтобы все мы нашли верное основание и оставались на нем, когда будем строить нашу будущую жизнь. В Геломане, 5 глава, стих 12, нам напоминают, «И ныне, сыны мои». Помните, помните, что именно на камне нашего Искупителя, Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание, чтобы когда дьявол пошлет свои сильные ветры, да, свои стрелы в вихре, да, когда весь его град и его сильная буря обрушатся на вас. Это не будет иметь силы над вами, чтобы низвергнуть вас в пропасть несчастья и нескончаемого горя, потому что вы построены на камне, твердом основании. И если люди будут строить на таком основании, они не падут. Это обетование, данное Богом. Если мы строим наше основание на Иисусе Христе, то не падем. Если мы с верой устоим до конца, Бог поможет нам утвердить нашу жизнь на Его камне, и врата ада не одолеют нас. Возможно, мы не сможем повлиять на все грядущие события, но можем выбрать, как будем готовиться к ним. Некоторые из нас могут подумать, Евангелие — это хорошо, поэтому давайте оно будет появляться в нашей жизни, допустим, раз в неделю. Просто ходить в неделю, просто ходить в церковь раз в неделю недостаточно, чтобы строить на скале. Вся наша жизнь должна быть наполнена Евангелием Иисуса Христа. В действительности, не Евангелие является частью нашей жизни, а наша жизнь является частью Евангелия Иисуса Христа. Подумайте об этом. Разве это не так? Наша земная жизнь — лишь часть всего плана спасения и возвышения. Бог — наш Небесный Отец. Он любит всех нас. Он знает наш потенциал намного лучше, чем мы сами. Он знает не только все подробности нашей жизни. Бог знает подробности всех подробностей нашей жизни. Пожалуйста, следуйте мудрому совету живущего пророка президента Нельсона, как записано в Учении Заветы, разделе 21, стихи 5 и 6, «Ибо Его слова вы должны принимать, будто исходят они из уст Моих со всем терпением и верой. Ибо если будете делать это, врата ада не одолеют вас». Да, и Господь Бог рассеет силы тьмы перед вами и сделает так, что содрогнутся небеса на ваше благо и для славы имени Его. По этой причине они не смогут одолеть, а мы не пойдем. Я свидетельствую вам, что Христос снова придет во второй раз, как Он приходил в первый, но теперь это произойдет с великой славой и величием. Я надеюсь и молюсь, что буду готов принять Его, будь то по эту сторону завесы или по другую. В эту чудесную пасхальную пору я надеюсь, что через искупление Иисуса Христа и силу Его воскресения я смогу подняться и встретить Своего Создателя словами. Благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok